Акафист перед чудотворной иконой Умиления в этом храме читают дважды в день, в 12 и в 6 вечера. Почитание ее очень велико, хотя по сути державная святыня, репродукция на небольшом листе картона, которая стала мироточить, а впоследствии на оборотной стороне проявился нерукотворный лик Богородицы. Это произошло в селе Локоть Брянской области, а потому и икона получила название Умиление Локотское. Мироточит эта икона уже 20 лет. Приезжала комиссия по чудесам и чудесным явлениям Московской Патриархии, куда входят крупные ученые физики, химики России, священники, богословы и брали миро на исследования. Но так как наша церковь не имеет своих лабораторий, то эти исследования производились в лабораториях МВД и ФСБ. И вот ученые этих спецслужб до настоящего времени так и не смогли определить состав мира. Сегодня этот образ почитается как нерукотворный. По разным городам и странам он проехал десятки тысяч километров, и уже во второй раз икону привезли в Самару. По словам помощника епископа, в каждом городе зафиксированы чудеса исцеления, причем подтвержденные медицинскими документами. В Самаре у одной женщины выздоровела щитовидная железа. И тысячи записей в книге свидетельств о том, как после молитвы изменились жизненные обстоятельства. Сейчас же, когда прибыла к нам икона в Самару, каждый православный все-таки должен прийти, приложиться, попросить. Попросить не только за себя, за всех своих близких, за нашу страну, а также, ну, не просто попросить, но еще и поблагодарить. Локотская икона умилений будет находиться в Самарском храме на улице Коммунистической до 25 сентября. Все это время перед ней служит молебен, а по четвергам в храме соблюдают традицию крестного хода к памятнику святому Николаю. Теперь его будут совершать с этой иконой. Олег Зверев, Григорий Плешаков, События.